Молодые люди неравнодушны к родному городу. Их интересует строительство новых спортивных и культурных объектов, современные веяния в молодежной политике, архитектура Анапы, ее будущее в самых разных проявлениях. И, конечно, вопрос о судьбе сгоревшего скейт-парка. 2,5 миллиона стоит новый скейт-парк, и еще где-то 1,7 миллиона, 1,8 миллиона надо на ограждение, чтобы ограждение было цивилизованное, чтобы исключить туда доступ посторонний. Ну и плюс еще дополнительные средства на цифровые камеры круглосуточные, чтобы можно было, ну, уже будем предвидеть, вот. И поэтому сейчас изыскиваем средства и будем строить. Ничего другого там не будет. Молодежные активисты попросили содействия в создании рок-клуба. Летний рок-концерт, который организовал Управление по делам молодежи, прошел на ура. Значит, есть перспективы вырастить рок-звезд на Анапской земле. Давайте так, это нормальная, это часть нашей культуры. И раз вы собираетесь пропагандировать, и раз вам нравится вот это музыкальное направление, ну, бога ради, ну, конечно, сделаем. Давай предложения, какие конкретно, что надо сделать. Эдвард Крапетян из Субсеха обратился с просьбой от всех жителей села о строительстве Дома культуры. Представитель городского студенческого совета Виктория Гладикова попросила Сергея Павловича поддержать проект «Арт Кубань» на территории нашего города. Анастасия Дедюра рассказала, насколько комфортным местом для досуга и организации мероприятий стал Скайр Гудовича. Инициатива идет снизу. Не сверху мы воздавим и говорим, делайте вот это, собирайтесь вот в такие группы. А мы наблюдаем, что вам интересно. И потом стараем экономическую основу подвести, ну, и высказать свою точку зрения. Вы поколение уже не то в 90-х, а уже те, которые знают, чего хотят. Все предложения молодежи нашли положительный отклик у мэра. Глава курорта отметил, что встречи с молодежью всегда дают заряд энергии и приносят массу положительных эмоций.